Итак, вы смотрите лайф, мы продолжаем. Бывшие акционеры ЮКОСа остались без денег. Акский суд отменил решение двухлетней давности, которое обязывало Россию выплатить из ЦАМ 50 миллиардов долларов. Москва тогда подала жалобу, а сегодня судья признал. Арбитраж вообще не имел права рассматривать иски такого плана. Кстати, исторический вердикт не оглашали, просто повесили на сайте суда. Что очень расстроило нашего корреспондента Камилева Откулина. Он следил за процессом и ожидал более яркой и бурной развязки. А сейчас он на прямой связи с лайфом. Итак, Камиль, приветствую тебя. Рассказывай, что же произошло и почему же ты так расстроен-то? Константин, добрый день. Да потому что это процесс не то что года, процесс десятилетия, если не века. На слушание приходили студенты юридических факультетов. А кроме того, приходили туда действующие судьи и адвокаты, чтобы поучиться ведению такого рода дел. Потому что сюжетные линии, закрученные в этом процессе, они не только оцениваются в 50 миллиардов долларов, но и при любом раскладе финал был внезапным и очень важным. Это прецедент. Чтобы не приняли судей, их было три человека, принимающих решения, публиковавших вертик. Чтобы они не приняли, это была бы сенсацией. И вот сегодня мы такую сенсацию имеем. Отменили приговор арбитражного международного суда в ГАГе, который решил, что Россия должна выплатить акционерам ЮКОСа деньги за так называемую экспроприацию. При этом арбитраж руководствовался хартией, которую Россия подписала, энергетической хартией, но не ратифицировала в свое время. То есть те документы использовались, которые Россия не ввела на своей территории в силу. При этом после приговора, как вы помните, Бельгия, Франция и другие страны начали потихоньку арестовывать имущество России за рубежом. И вот если бы сегодня окружной суд ГАГи подтвердил решение арбитража, то в 150 странах мира начались бы аресты. Уже буквально, знаете, в 12-13 часов по Москве. К счастью, этого не произошло. И адвокат, представлявший Россию на этом процессе, выиграл данное дело. К сожалению, мы не знаем, сколько именно он получил денег, но в любом случае Россия мощно сэкономила от этого процесса. Для того, чтобы объяснить, в чем неправ окружной, простите, арбитражный суд ГАГи, просто много судов, очень легко запутаться. Так вот, для того, чтобы объяснить, в чем был неправ этот суд, у нашего адвоката России было всего полтора часа устных заявлений. И для того, чтобы объяснить, ему пришлось в одну минуту уложить, например, историю России, в другую минуту уложить всю концепцию и объяснить, в чем неправ тот самый арбитраж. И вот как он осваивал историю России. Собрать историю России в одну минуту – это была самая сложная часть, потому что ваша страна имеет очень богатую историю с большим числом нюансов. Я попробовал объяснить судьям другую сторону, историческую, дать бэкграунд этого дела. Бэкграунд заключается в том, что это был переходный период для страны, когда некоторые люди получили преимущество. Потом в 2000-х пришли перемены, происходило становление государства, когда нужно было платить пенсии, выполнять социальные обязательства и для этого собирать налоги. Те же проблемы, кстати, которые мы наблюдаем сейчас в Греции. Причем важно отметить, что решение арбитражного суда в Гаге, который, собственно, и присудил 50 миллиардов долларов бывшим акционерам Юкоса, это решение само по существу не обсуждалось, и оно было окончательным. Собственно, поэтому и начались эти аресты. Но была такая зацепка подставить под сомнение, в принципе, саму компетентность арбитражного суда, и мог это сделать только окружной суд Гаге. И, собственно, это решение сегодня и было опубликовано. Процесс велся на нидерландском языке, и приговор тоже на нидерландском языке опубликован на сайте. В ближайшее время появятся пресс-релизы на нидерландском и на английском. И вот, собственно, с чем и связан этот прецедент. То, что если один раз отменили решение международного арбитража в Гаге, это говорит о том, что другие решения этого же суда могут быть поставлены под сомнение. Поэтому, собственно, и сенсационность этой новости. Ну и нужно помнить, что это самый дорогой процесс в истории арбитража международного. 50 миллиардов долларов. Собственно, поэтому этот адвокат Альберт Ян Ванденберг и согласился представлять интересы России в суде. Цифра огромная, самая большая в истории. 50 миллиардов – это много денег. Что можно сделать на эти 50 миллиардов в вашей стране? Начать новые социальные проекты, платить пенсии. Я за то, чтобы деньги ушли туда, а не куда-то. Таким образом, у нас есть окончательное решение арбитража, которое присудил 50 миллиардов долларов и, соответственно, Россия должна была их выплатить. У нас есть решение окружного суда, которое отменило решение арбитража. Ну и так как здесь все связано на прецедентах, все в первый раз, то сейчас наверняка адвокаты ЮКОСа будут придумывать какой-то новый ход, чтобы попытаться подоить Россию и получить хотя бы какие-то деньги от страны. И, соответственно, у их адвокатов есть много времени, чтобы подумать. Документов различных Россия подписывала много в начале своего пути. Соответственно, если поковыряться, что-то найти можно. Но, по мнению экспертов, все-таки сейчас решение окончательное. Нет возможности, нет вариантов ни на апелляцию, ни о протестовании этого решения. Тут еще важно отметить, что наш адвокат Альберт Ян Ванденберг сейчас находится в Сан-Франциско. Мы его, разумеется, разбудили. Сейчас там час ночи, созвонились уже и поздравили с выигрышем. Он удовлетворен вердиктом суда, внимательно следил за этим процессом, соответственно, за решением. И сейчас он будет изучать формулировки, которые обозначены на нидерландском языке, чтобы дать более подробный комментарий. Константин? Ну что ж, спасибо тебе большое, Камиль. Как только этот подробный комментарий появится у адвоката, ждем уже с твоими комментариями у нас в эфире лайфа. Спасибо большое. На прямой связи с лайфом был мой коллега Камиль Фаткулин из Гаги, где суд буквально только что отменил приговор о выплате акционерам ЮКО за 50 миллиардов долларов.